В какой-то мере, скажем так, чувствуешь себя самоубийцей, да? Идешь по лезвию ножа, но я не мог отказаться. Без пяти минут мэр. С таким настроем пять лет назад Александр Студеникин входил в новую для себя роль. Понимая, что решить многие проблемы за короткий период не получится, и шквал критики неизбежен. Критики и правда было с лихвой. Несмотря на ряд политических неудач, в последний момент Александр Студеникин все же выдвинулся на второй срок. Многие из здесь присутствующих депутатов, они были депутатами, соответственно, Думы седьмого созыва. Начиная с семнадцатого года мы вместе с вами, ну, буквально вытаскивали некоторые направления из состояния, в котором они находились. Они находились, прямо скажем, в упадке. В своем отчете Студеникин напомнил, что предложенная им программа развития города была разработана с участием ведущих специалистов Сколково. Хотя сегодня Бийск и Сколково пока странно смотрятся в одном предложении. За бревнами надо ехать куда? На Сахалин? Бревно вот это поменять? Это буквально вам стоит три копейки. В сентябрь этого года федеральный эксперт Народного фронта устроила ЖКХ разнос Бийскому мэру и его команде. Под прицел попали дворы и парки, которые недавно отремонтировали. Жители Бийска помнят, как строили многострадальный парк за ривьерой. Как коммунальщики по просьбе мэрии ночью вырывали засохшие саженцы на Советской. На бульваре Вали Максимовой мы не нашли дубовую аллею, которую высадили в пятнадцатом году. Точно так же, как и Лес Победы на улице воинов-интернационалистов. А ведь только в этом году Бийская мэрия потратила на закупку саженцев 855 тысяч рублей. Ну смысл вкладывать денег? Во имя чего? Во имя галочки, что вы сделали какую-то... Знаете, я все-таки сторонник того, что мы взяли деньги, и они должны лежать на земле. И не год, и не два, и не день. Вот стоять, лежать. Вот тогда мы с вами сделали. Знаете, иногда не деньги нужны, а нужна организация работы. Оценка по городу Бийску пока тройка. Работы ведутся, делаются благоустройства, но еще содержание не принято в принципе. В какой-то момент своего правления Студеникин даже решил уйти в отставку. Произошло это в марте 2021 года, после того, как Дума Бийска дала неудовлетворительную оценку деятельности главы города. Однако после встречи с губернатором Студеникин изменил свое решение. Наверное, сегодняшняя ночь для меня была одной из самых сложных за последнее время. Я приношу глубочайшие извинения губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко. И первое лицо края не знало о принятом решении. Губернатор был не уведомлен мной. Он предлагал брать пример с Европы и ограничить скорость автомобилей в крупных городах края, в том числе в Бийске. Гонять по Наукограду можно, но до первой ямы. Хотя при Студеникине нормативное состояние дорог в городе улучшилось с 45% до 73%. За эту пятилетку в Бийске отремонтировали 66 километров дорог. Стоит отметить, что в 2017 году, когда Студеникин только вступил в должность, в городе даже не было муниципальной дорожной техники. Сегодня многие бийчане отзываются об Александре Студеникине с теплотой, отмечая, что при нем Бийск действительно преобразился. Я знаю, что дороги у нас тут начали делать. Парк на Зеленом Клину. Очень много сделал. Я считаю, что... А что, уже не унт? Сейчас посмотрю газету. Мне нужны объяснения, почему не устроил старый. Должны быть существенные объяснения. Да я вот с ним как-то разговаривал. Вот было время. Да мне вроде он нормальный мужик. Нормальный мужик. И все же это не помогло Александру Студеникину удержаться в кресле главы города. 22 декабря в Гордуме выбрали нового мэра. За кандидатуру на должность главы города Гийска Щигарева Виктора Андреевича проголосовало 29 депутатов. За кандидатуру Яковенко Елизавету Алексеевну проголосовал 1 депутат. За кандидатуру Александра Петровича Студеникина проголосовало 0 депутатов. Интересно, что 5 лет назад значительная доля этих депутатов и выбрала Александра Петровича на пост мэра. В этот раз победу одержал молодой политик 34-летний Виктор Щигарев. Я как величайник, который не собираюсь никуда не уезжать из Городийска, я хочу пожелать всем нам, чтобы наш город действительно Италия развивался. И самое главное, чтобы величайник любил свой город, свою молодую родину. Ирина Корчагина, День с толком.